Потому что у вас достаточно критичное отношение к таким, к индивидуальным траекториям в образовании. Я не помню, у меня все, что не делается сейчас, ко всему критическое отношение. Но это ничего, ни на что не влияет. Не-не-не, я вот как раз хотел... Могу рассказать точку зрения здесь. Да-да-да, я хотел вас просто как раз вот на фоне вот еще одной истории из этой же серии, так сказать. Ну, вы, наверное, слышали про такую Алису Теплякову, которая поступила в МГУ. Алиса, ты ничего, папа сумасшедший. Да-да-да, ну да, но там интересная история. Там же МГУ отказалось вот эту самую индивидуальную траекторию предоставить папе, потому что он-то на самом деле на основании всех законов и поступил вместе с ней в университет, да, ну то есть она поступила, и ЕГЭ сдавал, и по сути дела обучалась она всегда на индивидуальных траекториях. То получается, что, ну, вот в очередной раз мы увидели просто, ну, такую, это таксюмороны вообще понятия. Что я могу вам сказать? Да, с индивидуальной траекторией. Гуманитарные и всякие психологические науки, ничего не понимаю, и, может быть, там как раз все это так и должно быть. И я даже объясню, почему. А я говорил про вот статья и ссылки на академиков, причем с такими фамилиями, как Новиков, и сам академик Новиков, и папа академик, и мать фамилию Килдыша имели. Понятно. То есть там это все сильно ядрено. И есть совершенно ядреный ректор сейчас в России, Кулешов Сколково, которого поставили в 70 лет, всех снимают, а его поставили ректором. Не знаю, Сколково какой, государственные муция или нет. И вот они в один голос, сейчас скажу, что они говорят, а потом уже то, что я считаю. Значит, короче говоря, начну я вот с чего. А я, кстати, написал статью по этому поводу. Она лежит, экспертный центр электронного государства, где я научно обосновал, почему образовательные траектории свободные. Это неправильно. Сейчас расскажу. Но сначала начнем с другого. Есть в Ленинграде, а на самом деле в мире, выдающаяся компания программистская, называется Jade Brains. Она делает самое важное, что могут делать программисты, самое интересное. Это не вот обеспечить нам скальп с вами. Это хорошо, но это не кайфово для программистов. Они делают средства для разработки программного обеспечения. И средства для разработки программного обеспечения обычно делают какие-то компании, например, Microsoft, и бесплатно его дают своему программному обеспечению для языков, компиляторов и прочего. А Jade Brains продает это. И удачно, потому что они делают невероятного качества. Понятно. Вот свои средства для разных языков программного обеспечения. Кроме того, эта компания обладает интересным свойством. У нее два хозяина осталось. И Forbes российский, по-моему, мировой, не помню, сообщил, что они стали миллиардерами долгами. Один 3,6, второй 3,2. Один фамилия Дмитрия, второй Кипятков. Этот Кипятков обладает очень интересным, по-моему, Кипятков, его интересным свойством. Он действующий программист. Он иногда возглавляет проект Jade Brains, а иногда выступает в роли ведомого. Ему нравится кодить. Понятно? При этом он оплата. Вы представляете, вот вы там нахамите своему программисту, а он хозяин, миллиардер, и он тебя волит, не уволит. В общем, конфликт интересов, но там это все проходит нормально. И это позволяет ему выделять деньги на помощь школам и вузам, и этим самым. В основном связано с IT и биоинформатикой. И там есть выдающийся человек, Андрей Владимирович Иванов, который как раз вот этим конкретно реализует эту функцию. И вот они постулируют такую вещь тоже, относящуюся к тому, с чего сегодня мы начинали. Что таланты рождаются в песочницах. Ну, как в лице и в Пушинске. Один к одному идут. И у меня. Вот этот Короткевич, думаете, почему остался? Из-за колючей проволоки? Или из-за меня? А из-за того, что он у меня на юбилею в 70 лет сказал, что я сижу со столом чемпионом, и это люди моего круга, интереса и моих взглядов. И мне и деньги не нужны. Мне нужно с ними общаться. Мне дико нравится. И это может удержать. Понятно? Ну, так вот. И он сказал, вот и Дмитриев, и Иванов, они пропагандируют какую идею? Что найти пять профессоров толковых, да хоть завтра. Дикие зарплаты тут, 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 дача, машина. И вот они здесь. А найти пять толковых школьников, вырастить их. И потом пять толковых студентов. А мне, говорит, всего-то надо вот 10 человек в год на работу принять. Но супер толковых, чтобы их не учить, чтобы они были... Для этого нужно несколько миллионов долларов вложить, понятно, в эту инфраструктуру. То есть как помочь? Ритмо, Ленинградский университет, Московский университет, Высшей школе экономики организовать такие курсы. Магистратуру такую-сякую. Так вот этот Иванов летом на экономическом форуме, я видел в интернете, в присутствии нашего пролектора, девушки толковой, Козлова и Васильева, долго топил про индивидуальные образовательные программы. Так. И потом вдруг в конце сказал то, что я мечтал услышать. А вообще очень многие, кто закончит институт, например, бакалавриат, не знаю, тому ли они учились. И тут я вообще ему сказал и написал, я бы сейчас матом вырунился, но нельзя. Значит, предметы они знают, как выбирать, а куда они идут и зачем они идут, они не знают. Какие, извиняюсь, в жопу образовательные свободные программы, если человек не знает, чего он жизнью хочет. Да он и не может в 17 лет знать, если он не фигурист, не скрипач, не, понятно, ничего он не может, если он не талант, как Гена Каратевич, программист, который в 12 лет мог поступить в любой. Если человек не суперталант в чем-то, суперталант, какой-нибудь Каспаров, я не знаю, Шопен, Лист, то чего ты понять можешь про индивидуальную образовательную программу? Даже эта девочка Телекова, кто она такая и есть? Вот Лист, это Лист, вот он выбрался индивидуальную образовательную программу, учился он чего-то, и вот с 12 лет там... На самом деле, все, кто критику этой идеи высказывает, они об этом и говорят, в первую очередь. Подождите, так вот я теперь вам скажу, потрясающую мне мысль пришла в голову, я расскажу, что академики говорят, но недавно мне пришла в голову мысль, я посмотрел Иванову, значит, я учился автоматике телемеханики в УИТИ, у нас был предмет, там, динамическое программирование, и это динамическое программирование может быть от входа к выходу, и от выхода к входу, так более четкое, оно может быть только от выхода. От выхода, конечно, да. То есть, когда вы знаете цель... Результат, вы идете к результату, конечно. Вы знаете, что вы хотите стать системным программистом, и задаете вопрос, а какой для этого нужен предмет главный, изучить этот. И именно этот, и никакой другой. А для того, чтобы вам понять, какие предметы надо изучить, и вот так спускаешься вниз, и деться некуда, и нет никакого места индивидуальным программам. А когда люди не знают, чего они хотят, и куда они хотят, и что они хотят, начинается какая-то фигня. А теперь, почему это фигня? Вот это говорят, что говорит Новик. Он сказал, что в гуманитарных науках, может быть, и можно так, набирать кредиты, то есть, это какое-то такое море без конца. По его мнению. Может быть, он тоже не прав. Я думаю, какой-нибудь там японец тоже вам расскажет, что там как-то нужно тоже от цели от японского языка вот так спускаться. Не знаю. В языках, я думаю, что там более структурированное все-таки. Ну, наверное, тоже структурированное. В языках, а если это какая-нибудь вообще, я не знаю кто это, политолог. Философия, да. Или философия, или политолог. Ну и что, изучай себе, что хочешь. Неизвестно, что пригодится. Так вот он сказал, а в математике не так. Эта пирамида снизу вверх строится. Вот эти знания, на эти, на эти, и тогда ты получаешься математиком. И более того, я прочитал, не прочитал, прослушал какого-то парня, аспиранта американского, русский, который сказал, и это главное, что американские профессора до последнего времени хотели брать в аспирантуру только русских этих самых. выпускников, да? Выпускников, которые кончали какой-нибудь МВТУ, МФТИ, МГУ. Потому что у них нет сомнений, что теория вероятности и статистику они учили. А что там учились американские студенты, которые набирали сами, да? Которые набирали с кредит, и я сам видел, что там когда-то я листал. Теорию джаза они взяли, линейную алгебру, или это, одному богу известно. И плавание. И плавание еще. Нет, там есть какие-то базовые предметы, какая-то еще чушь. Так вот я утверждаю, что Станкевич и тот же самый Иванов знают больше, чем любой школьник, чего его нужно учить. Понятно? Иванов, потому что он работает в JetBrains, и он может собрать коллектив вот этих людей, и то учить для JetBrains. И у них есть магистратура с нами совместная. Это вот первое, что сказал академик. Что в математике нельзя никаких свободных траекторий. Иванов сказал, что вообще непонятно. Я просто опупел. Он выбирает предметы, что ему нравится, а потом на выходе он оказывается понимает, что ему нужно учиться другому. А как ты выбирал-то вот это-то говно все четыре года? Теперь, что сказал Кулешов, вот этот ректор Сколтеха, академик, который в правочном комплексе работал. Он сказал, что мы хотели, как в Америке, как в МАТ, свободные траектории. Я не говорю, может быть, вот он там-то говорит, в Америке вот это и получилось. Но там все учатся за деньги и за большие. И поэтому понимают, что они в последний раз учатся. И поэтому они берут самые трудные курсы. А наши брали самые простые. Чтобы отбить. И мы закрыли это дело. Понятно? И в общем, что дальше говорить? И говорить дальше не сработало. Не сработало. Не сработало. В Сколтехе не сработало. Вот. И, но другое дело, это дико модное дело рассказывать эту рассказку про свободные траектории, про выбор. Ну и действительно, может быть, большинство людей, которые ни Каспаров, ни Листа, ни Шопен. Понятно? Я не великий человек, выдающийся человек, но я со школы точно хотел быть ученым. Тут недавно я спросил, ну так, локальный опрос, кто не получилось стать ученым. Вот у меня вокруг, меня там человек 20-30 осталось. А те, кто с детства хотели. Вот мы эти ученые, вот ученые. Буздалов я и вот профессор Романовский из университета Ульянов. А вот знаете, как получилось? Понимаешь? Вот меня ломали в 90-е годы. Чуть ли с женой не разбился и вообще ни денег, ни любви, ничего. Я работал. Я сейчас работаю. Вот. И я понял, что жизнь у меня одна, что я не буддист, у меня не будет никакой реакционации. И я не сдался. Слышите, сейчас после трех операций на сердце у меня еще хватит убедить еще несколько сердец. Может, не женских, а кириенка по поводу Федерации спортивного программирования. Вот. И я не сдался. И я понимал, что хочу про это. А люди, которые не знают, про что они хотят, а их большинство, может быть, им и надо свободные траектории, в свободных, в свободных пререях, в свободных пампасах, в свободные траектории. Я тут с удивлением узнал, что и в гос есть, оказывается, для школ, что они еще могут что-то выбирать. И написано, только лентяи и бездельники еще кто-то. Ну, что я могу сказать? Ну, ничего. Но, так же, как компьютерные игры, так же, как и все остальное, это неостановимо, потому что их большинство. Понятно? Ну, я все-таки здесь не соглашусь. Высказывать, противодействовать можно, но на самом деле невозможно. Я думаю, что невозможное случается иногда. Нет, невозможное возможно, это самый говорил Адидас. Да, я надеюсь на то, что невозможное, не просто надеюсь, я в это верю, и вы говорите, вы всегда хотели стать ученым, а я хочу добиться того, чтобы вот это невозможное все-таки случилось. И вот... Понимаешь, красный, ты знаешь, какая у нас с тобой? Я относительно себя готов был, понятно, на сложности, на проблемы с женой, ну, не знаю, я не лестно рожен так со строем, но, во всяком случае, с руководством тоже аккуратно себя вел. Был Аврора. Мне там что-то такое сказали, что я бьюсь там за какую-то кафедру толковых этих мальчишек, а вот на весь строй. Я говорю, я же не Комбанелла город солнца строй. Понимаешь, и я, у меня подход простой, я его внимательно не смотрел, этот фильм, но с какого-то 98-го года всем рассказываю. Посмотрите фильм спасения рядового Райана. Как одного рядового надо спасать бригады. И когда бы, не то, что бабы новых нарожают, сейчас никто не знает, кто это сказал, а нужно спасти одного толкового. Вот я спас сначала Станкевича с Корнеевым, к ним привязался Маврин, к Маврину Буздалов, Царев, Короткевич и прочее. И вот я так считаю, что всю страну можно вытащить. Вы же берете сразу за то, что всю страну сразу вытягивают. Я не умею. Не-не-не, каждый на своем месте просто свою лямку тянет, естественно, ну как бы, а что тут? Ну я совсем узенькую лямочку тянул и стал на глобальное влияние. Субтитры сделал DimaTorzok